Мошенники Так они не мошенники, они айтишники Серьезно, смотри, у них есть офис Закрытого образца И как бы просто люди зарабатывают Под охраной Мне кажется, собственно Нужно за это, конечно, наказывать Но в первую очередь стоит отметить тот факт Что Аль Капон известен тем Что он смог как бы сбежать из самой известной тюрьмы Аль Катрас Эти ребята никуда не сбегали, но продолжали так же зарабатывать деньги Можно сказать, что они просто кто? Красавчики! Ну мы это, наверное, не будем показывать Или покажем, пусть ребята порадуются Навпреки 2015-го року компания Антиплагиат створила программное забезпечение Здатное забудет текстовый сбег И начала співпрацю с кількома украинскими университетами Ты знаешь, что это означает? Конечно знаю То, что теперь просто скачать и сдать реферат не получится У каждого преподавателя А знаешь, откуда я это знаю? Потому что я на этом погорел Миша В общем В общем Инициатива хорошая Как для меня, мне не очень нравится В частности Да, люди будут становиться умнее Зачем? Кому это нужно Конечно Новоизбранный Первый заместитель Николаевского областного совета От партии Батківщина Михаил Соколов Открыл байкерский клабхаус Для тех, кому Негде переночевать В будущих проездок в Днепропетровске Молодец Собственно, если бы еще, например Был какой-нибудь трансфер, например Что тебя потом на мотоцикле везут Куда тебе еще нужно Было бы вообще идеально Ну, просто человек, который в облсовете Депутаты Тут байкер-клуб Ну, а почему нет? Люди должны быть разносторонние Вот Александр Федорович Сенкевич Как бы Профессиональный Айтишник Ну, назовем это так Ну, как мы не будем связывать Первую новость Последней Вот Собственно Почему человек не может быть байкером? Он совершенно не так заработает Наоборот Это даже лучше, что Разносторонние люди будут у власти И дай бог это сработает только в плюс Ну, посмотрим Посмотрим Съездим обязательно в этот вот Я думаю, что да Приют для байкеров Во Франции приняли закон о запрете На чрезмерно худых моделей Всем известно, что модели ценятся Чем худее, тем лучше Но теперь судьба моделей В руках докторов Они будут учитывать не только их рост, вес и возраст Но и телосложение Индекс массы должен быть не менее 18 Что составляет приблизительно 55 кг при росте 175 см То есть, человек если 45 кг весит Это статья и все И в Вальшамскую колонию Нарушители захвора во Франции Будут подвергнуты серьезным наказанием Лишение свободы на 6 месяцев Ты можешь себе представить Или штраф Откормить Отправлять будут к бабушке Говорят А ты едешь к бабушке На 6 месяцев и будешь откармливаться Да 80 тысяч евро Штраф Кошмар Это в Европе А мы грустим Вот, дескать В Украине живем Все у нас не так и не так А там, вот посмотри Людей садят за то, что они слишком худые А смотри, почему Зато нашего бы Артема никогда не посадили По данным исследования От 30 до 40 тысяч человек во Франции Страдают анорексией Вот у них просто там проблемы Ну вот, по-моему, хороший способ борьбы Как бы для болезни Нужно правильно Смотри, бабушки на них нет Вот как бы я ответила Да, бабушки на них нет Поэтому я предлагаю создать программу Евроинтеграции То есть французские модели в украинское село Это отлично Откормить модель будет, знаешь, такая программа В ночь со вторника на среду, 23 декабря В Матвейском лесу, расположенном при городе Николаева Попались трое мужчин, которые пришли за елками Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гражданский корпус Азов Николаева Ну, я тебе еще в прошлой передаче говорил Я против вырубки елок Поэтому Так же Это браконьеры Елочные А что с ними будет? Какое наказание? Ольшанская колония и размещение объявления о предоставлении кредитования Зарегистрируем вашу елку Все официально, все честно, работа в Польше Явно меньше, чем за худобу во Франции Явно не 80 тысяч гривен Говорит, ты что сделал, за что срок мотаешь? Да я елку украла, а ты Говорит, а я кудой Так и живем Да, так и живем В Николаеве неизвестный мужчина обманом отобрал у продавщицы в киоске сигарет на 6 тысяч гривен Как это произошло? Очень нервный мужик Нет Мне покурить надо Схема Послал потерпевших Ей подошел незнакомец Сказал, что хочет купить более 10 блоков сигарет Она обрадовалась, что вот оптовый покупатель И начала сразу ему через окошечко даёт, даёт и даёт А он складывает сумочку, складывает Он дал ей какие-то деньги, пока она считала там определенную сумму Не все И он ушел с сигаретами На самом деле, возможно, этот человек вовсе не преступник Он просто борется с табакокурением Поэтому, может быть, это такой, знаешь, местный Николаевский Робин Гуд Да Который отбирает сигареты у ларьков и отдаёт детям Ну, в смысле, которые уничтожают эти сигареты, конечно Может быть В Великобритании тоже весело В Великобритании пенсионерка, которая 82 года, Глэйдис Филлипс, 4 дня провела в общественном туалете Пенсионерка зашла в магазин за покупками, решила зайти в туалет Дверь захлопнулась, она не смогла выбраться, телефона у неё не было Она стучала, никто не отзывался Но с собой у неё был новый клубок шерсти розового цвета За это время я связала шаг в подарок на родственники, говорит Филлипс Я тебе так скажу Вот говорят, что страшно попасть на безлюдный остров Нет Страшно быть закрытым в публичном туалете Но стоит отметить, собственно, храбрость и находчивость этой женщины Мало того, что она смогла там выжить, она смогла ещё и продуктивно провести время И нашей молодёжи стоит этому поучиться То есть, где бы вы ни оказались, своё время можно проводить Да, это хороший совет на будущее Ну, надеюсь, что с нашими телезрителями ничего подобного не случится Уверена Ну что же, друзья, вот такие новости были у нас сегодня Музыка Музыка